Не такой уж и святой, как об этом заявляет. Словами этими свидетельствую о нашем общем долге пред Богом. Глава Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, начинал свой путь не с духовенства, а с разведки. Он осуществлял заграничные поездки, командировки с целью, скажем так, сбора оперативной информации, которая имела интерес для КГБ, и оказывание необходимого влияния в целях КГБ и Компартии на иностранных религиозных деятелей. Как сообщает немецкое издание «Воскресная газета», патриарх Кирилл еще в 70-х годах работал на Советскую службу разведки КГБ в Женеве. Досье на Кирилла было составлено федеральной полицией в то время, а затем обнародовано. Он уже ездил как агент, это понятно, и, скажем так, в столь юном возрасте он добился определенных должностей. С 23-х лет, по-моему, или с 24-х он уже был официальным представителем РПЦ в Женеве. Ну, то есть 24 года, это еще молодой юноша без какого-то богатого жизненного опыта, но он уже представлял интересы РПЦ, и очевидно, что уже тогда он был завербован. Согласно сообщениям, в начале 70-х годов глава РПЦ жил в Женеве под псевдонимом Михайлов. Он официально представлял московский патриархат во Всемирном Совете Церквей. Это священники, которых, как бы, с одной стороны был ореол гонения советской власти на церковь, то есть внешняя западная публика воспринимала их как вот таких страдальцев за веру, которые вот нам точно будут говорить правду, потому что у них нет резонов охвалить советскую власть, которая их преследовала. Через вот эту призму страдальцев и проводилась пропаганда. Такие выступления от так называемой независимой православной церкви имело большое влияние на массы не только в родной гавани, но и за границей, чем службы и пользовались. Ведь словам священников бы поверили больше, чем словам политиков. Силой и благодатью Божию правда победит, истинно восторжествует. На то время целью советского руководства было заставить женевскую институцию осудить США и их союзников и, конечно же, смягчить их критику отсутствия религиозной свободы в Советском Союзе. Со своей задачей не только как пропагандиста, но и как сборщика информации Кирилл справлялся. Сбор оперативной информации, которая бы была интересна КГБ. То есть это разные данные о иностранных религиозных деятелях, с кем он по долгу службы виделся, составление их психологических портретов, уточнение каких-то биографических данных с целью определенной, чтобы потом в будущем можно было как-то попробовать их завербовать, зная их уязвимые места, их слабости. Церковь – своего рода прикрытие для патриарха, как тогда, так и сейчас. Комитет госбезопасности Советского Союза, он с самого начала тесно сотрудничал с церковью, даже не сколько сотрудничал, сколько стоял у истоков создания Российской Православной Церкви. Свою незамысловатую деятельность патриарх Кирилл продолжает и сегодня. Российская Церковь и ее патриархи, в частности глава, на прихожан оказывают свое влияние, вкладывая им в голову все, что говорит правительство. Например, оказывать определенное информационное влияние, рассказывать иностранным религиозным лидерам, как, например, папе Франциску, о том, что в войне виновата НАТО, о том, что подлетный час ракет к Москве теперь составляет несколько минут. Но разве это не работа на ФСБ, разве это не донесение необходимых месседжей и фактически государственной пропаганды до внимания иностранных религиозных людей? Сегодня, как смело заявляют эксперты, патриарх и дальше продолжает работать на ФСБ. Ведь кто были такие патриархи? Рядом с царем всегда сидели. Царь и патриарх. История России, государства, история церкви настолько были тесно переплетены, что разорвать невозможно. Он обелял Российскую Церковь, давал ей больше позитива, чем то, что было раньше в отношении нее. Он улучшал мнение, отбеливал мнение, такой пиарщик был. Ну а теперь со временем он больше работает уже 50 лет для того, чтобы проталкивать интересы Кремля. То есть, вы видите, Российская Церковь и Кремль, они все спаянные. Глава РПЦ Кирилл является последовательным сторонником российского президента Владимира Путина и его политики. Всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. Такие нарративы, как «Священная война» и «Смерть во благо» достаточно часто звучат из уст патриарха в РПЦ, вдобавок к благословлению путинских ракет. И помните, что если вы жизнь свою положили за родину, за други свои, как говорит Священное Писание, то вы будете вместе с Богом в его царстве, в его славе, в его вечной жизни. Это средство пропаганды, поддерживается война, поддерживается праведность войны, поддерживается правильность войны. И те, кто против войны, это все отступники, все, кто за войну, это все мученики, святые люди. Чистая пропаганда.